Всем большой привет! Я рада видеть вас всегда на канале. И в сегодняшнем видео я бы хотела вам рассказать о своей косметичке на месяц июля. Всем тем, кому интересно такого рода видео, я приглашаю вас и желаю вам приятного просмотра. Начну я сегодня с парфюмов. У меня будет два парфюма. Первый парфюм это вот этот, который мне подарила свекровь. А парфюм она мне привезла с Арабских Эмиратов. Увесистая такая бутылочка. Я им сейчас очень активно пользуюсь. Несмотря на то, что аромат немного удушающий. Но его классно выкуливать куда-то на выход. Вот, не знаю, мне нравится этот аромат. Он такой, знаете, такой вот ядреный, с горчинкой. И в нем есть какая-то нотка свежести. Очень приятный аромат. Сначала мне он не понравился, но потом, как говорится, я его когда уже немножечко разносила, я поняла, что это мой аромат и мне такие ароматы нравятся. Пользуюсь им с большим удовольствием. Следующий аромат, который у меня будет, это вот такой вот, называется Ниагара Блюн. Который я вам показывала в недавних покупках. Это такой свежий летний аромат. Свежий с ноткой лимона. Я таки люблю, он не сильно стойкий, то есть я его буду носить, когда мы будем выходить с ребенком на улицу, там, добежать до магазина, но вот на такие случаи. Что касается парфюмов, это все. Все. Переходим к макияжу. Начну я с базы под макияж. Первая база у меня будет из проекта Project Pen от компании Новосвет. Гиалуроновый крем-праймер от глубоких морщин. С гиалуроновой кислотой 50 мл. У него кремовая текстура. Он хорошо ложится на кожу, на него хорошо ложится, ну, так скажем, ложится макияж. Ничего никуда не плывет, ничего не скатывается, никуда не сползает, ничего не подчеркивается. В общем, классная вот эта штучка. Пользуюсь большим удовольствием. Не убираю из косметички вот это средство. Это от Комплимент Крем Праймер. Матирование для жирной кожи. Матирование, как правило, я не заметила. То, что выравнивает тон кожи, да. Неплохой тоже. Он тоже на кремовой основе. Неплохой такой кремчик. Тоже на нем очень отлично сидит макияж. То есть ничего никуда не плывет, не скатывается, не течет. За большим удовольствием его использую. Тоже из проекта Project Pen. И еще один дружок из проекта Project Pen. Это вот такой вот от Luxury Blue Foundation. Безумно классная основа. Действительно, очень классно блюрит кожу. Просто кожа прям гладкая, выравнивает отлично. 30 мл пользуюсь с большим удовольствием. Но я вот стараюсь чертовать с кремовыми текстурами. Потому что я боюсь, что будет забивать поры. Все-таки это уже на силиконовой основе. Сказала я вам о том, что база идет на силиконовой основе. Далее. Будет у меня три бальзамчика. К сожалению, один бальзам мне сломал ребенок. Это который был такой синенький с белыми полосочками. А так, визаж. Вот, но я оставляю от лакомки слаймы. Такой вот он. Это тоже все у меня с проекта Project Pen. Булочка с корицей. Вот у них беда, у них вот отходят вот эти вот крышечки. Отличные бальзамчики. Хорошо увлажняют губки, хорошо смягчают. Да, его еще не откроешь. Вот так он закричит. Тоже с большим удовольствием имя пользуюсь. И вместо того сломанного я беру вот этот вот. Тоже с проекта Project Pen. Я не знаю, конечно, с каким вкусом, ароматом он. То ли с виноградом, то ли с вишней. Ну, не знаю. Тоже приятный классный бальзамчик. Пользуюсь с большим удовольствием. Нравится мне. Не обращайте внимания на постройки звуки. У меня готовится суп. Так, дальше. Брови. Брови. Брови у моими незменными фаворитами остаются вот эти два карандаша. Вот Artvisage и Vivienne Sabo. Artvisage в номере 403. Vivienne Sabo в номере 003. В паре работают просто идеально. Не буду что-нибудь сводчить, потому что косметичка достаточно немаленькая. Поэтому я все буду показывать достаточно быстро. Закреплять я буду тремя, а также моими любимыми фиксаторами. И это один от Artvisage, тоже с проекта Project Pen. Вот так у меня его осталось. То есть, это от первого проекта. Начинала вот второй проект я отсюда. Пока что вот на этой вот. Ну и я думаю, что до конца года я его смогу использовать. И два вот таких вот от Lovell. Один был прозрачный, но уже не прозрачный. И второй такой коричневатый. Тоже потихонечку они у меня бывают. Классные гели, хорошо фиксируют. Никуда брови не деваются. Как жили на месте, так и живут. База под теми. У меня будет три основных. Моя нелюбимая база от Artvisage. Кстати, многие ее ругают, девочки. Очень плохо на ней держатся тени. В общем, доиспользовать и забыть. Осталось немножко тоже с проекта Project Pen. У меня база, которая мне очень понравилась. На которой действительно тени держатся как прибитые. Это Max Factor. Она с липким слоем идет. Как бы, ну, оставляет липковатый финиш. И за счет этого тени держатся очень долго. Классная. Мне безумно понравилась. Вот такой, да, спонжик или аппликатор. Кому как удобно. И моя новинка от Evo Mosaic. Тоже пока еще вот эту базу не пробовала, не знаю. Вот хочу попробовать ее. Может быть, в этой косметичке дойдут у меня до нее руки. И так же в качестве базы под тени, так скажем, да, я беру три тенюшки от Color Tattoo. Первая это вот такая вот 45-ая Infinity White в 45-ом оттенке. Это такая белая база. Все знают, на них отлично держатся тени. Сейчас не знаю, у меня получится сделать все мочи или нет. Отличная база, как база работает прекрасно. Пользуюсь большим удовольствием. Сейчас я вам на руку нанесу. Вот такой вот смотрится белый оттенок теней. Я набираю плоской синтетической кистью. Можно, конечно, пальчиками, но с моими длинными ногтями, ну куда, как вот. Не получается. Вторая однушка у меня от, ну тоже от Color Tattoo в 0,5-ом оттенке Eternal Gold. Это такая она золотая. То есть я ее и попользовала все же достаточно так неплохо. В общем, на кистью очень не смогу сделать, к сожалению. Вот такая она. Ну и давайте я немножко подковырну ее. Тени мягкие, ложатся хорошо, по веку разносятся хорошо. Как бы нареканий у меня пока что к ним нет. И на этих тенях у меня, как бы, ну на этой базе, как. Тени не скатались. Ну, еще пока что, ни разу, сколько я делала с ними макияжей на них, на этих тенях, как на базе. Такой вот оттенок. И третий оттенок пока еще не использовала. Это 102-й Fantasy. Это коричневый такой оттенок. Тоже пока еще никуда не применяла, но думаю, что в ближайшем будущем получится применить этот оттенок. Он тоже безумно красивый. Его можно использовать как самостоятельный продукт. Также и под какие-то тени коричневого оттенка. Давайте его вот так вот спределем. Такие вот три оттенка. Мицеллярка смывается хорошо, на веки лежит хорошо, никуда не убегают, не скатываются в полоску. Тоже не скатываются, то есть все отлично. Это что касается базы под тени. Ну и дальше пошли по самим теням. Значит, моя неизменная двушка это Reluipro в оттенке 101. Я все-таки еще сходить не буду, потому что в каждой косметичке показываю. Здесь я пользуюсь только вот этим вот оттенком в складку века. Нравится мне. Дальше беру однушку, хочу попробовать от Essence Melted Chrome, знаменитая. У меня в номере 01, Think About You. Я думаю, что здесь комментарии излишни, что-то уже говорить или добавить насчет этих теней я не буду, потому что они классные. Хочу вот поносить в этой косметичке эти тени поиграться. Неизменными моими палетками остаются Naked 3 от Urban Decay, которые в проекте Project Pen. Вот, потихонечку они у меня так расходуются, потихонечку-потихонечку. Отличные тени. Нравится. Также вот эта палеточка с такими вот оттенками. Здесь уже вот хорошее такое донышко, можете видеть. То есть потихонечку-потихонечку они у меня тоже уходят в расход. То есть если еще поковырять, у меня будет вот здесь дырочка, вот здесь дырочка, вот здесь дырочка. Ну, в общем, можно, если поднажать на эти тени, то будет очень хороший прогресс. Также палетка матовых теней тоже потихонечку я их ковыряю, копаю. Это тоже мой проект. То есть активно сейчас использую вот этот оттенок, вот этот оттенок. В общем, потихонечку-потихонечку они у меня тоже уходят. И моя большая палетка, которая тоже из проекта Project B, но она, конечно же, не вся. Здесь только вот этот вот первый, так скажем, первый сет вот этот вот. Вот тоже где-то вот зелененьким хорошо я проковырялась. Но потихонечку-потихонечку я использую эту палетку, палетру. Вот так я положу, давайте. Вдалеке у меня стоят карандаши для губ, я их вам показывать не буду. Я их тоже периодически в косметичках вам показываю, в этот раз не буду показывать. И последняя палетка теней, которую я взяла, это будет от Essence Magical Forest. У меня в оттенке 07, это такая летняя яркая палетка для меня. Я делала с ней макияжи уже, у меня один макияж, классный макияж получается. Вот прям суперский, мне очень нравится. Давайте с вами сделаем сводчики. Наимягчайшие, набираются классно. Могут посыпаться, но не только этично. Мне здесь не хватает белого базового оттенка. Вот в этих тенях. Она полностью шиммерная, сатиновая, или как там правильно называется. Вот этот оттенок зеленый, он очень плохо переносится, но на глазах он переносится намного лучше, чем на сводч. Так, и последний оттенок. В первом ряду это розовый. Вот этот ярко-розовый, ну, такой поярче, а этот чуть побледнее розовый. Вот видите, зеленый оттенок на пальчике, вот он такой. То есть он как-то плохо переносится на руку. У меня еще рука костлявая, так что. Так, и нижние оттенки. Сейчас я втру пальчики. Тоже мне понравились оттенки. Вот так, вот так, вот так и вот так. Ну, такие вот оттенки. Все равно, вот если сейчас делать все тени, которые у меня есть в коллекции, наносить на руку, делать сводчи, вот этот оттенок будет переплевывать всех. Это моя точка зрения. Красивые оттенки. Довольна я, что я успела купить эту палетку. Их, по-моему, сейчас уже нет. Сняли с производства. Это, по-моему, была тоже какая-то лимитированная коллекция, наверное. Не знаю. Но палетка классная. Что касается теней, это были все мои тени на месяц июль, которые я выбрала. Дальше. А подводки у меня остаются две неизменных. Это Maybelline и у W7. Вот это вот мне нравится больше. В принципе, они обе отлично рисуют, держатся. Но вот это вот течет. Она растекается. Она может вам вот немного подпортить макияж. Что касается этой, то нет. Вот это такого эффекта не дает. Поэтому вот эту я использую, но больше не куплю. А эту, думаю, что буду покупать еще, потому что мне она понравилась. И переходим к тушам. Туши я взяла как-то сегодня. В этот раз много, но давайте посмотрим. Две неизменных базы у меня остается. Моя одна из проекта Project B. Это от Evelyn. Или Evelyn. Все знаменитые. Только у меня с маслом органы. Она идет у кого-то зелененькая, у кого-то синенькая. Но я думаю, что по функциям они одинаково работают. И вот эта вот от Vivienne Sabo Cabare мне нравится немножко меньше. Тоже неплохая база. Тоже на ней неплохо работает тушь. Но как-то то ли я кто и больше прониклась, чем к этой, не знаю. Но пока выигрывает от Evelyn. И туши. Значит, синяя тушь летняя. Ну, как раз таки для лета у меня будет от Cabare в втором оттенке. Еще пока не пользовалась. Вот такая она яркая. Из проекта Project Pen уже скоро будет в пустые баночки фиолетовая тушь. Она у меня подсыхает. Вот Art Visage. Потихонечку подсыхает. Но тушь классная. Отлично прокрашивает ресницы. Создает классный эффект. И объем, и удлинение, и подкручивание. В общем, классная. Зеленая тушь. Такая пышная ресница. Нет, я смотрю, как она смотрится без... Вне камеры. Так. Это что касается цветных тушей. Теперь, что касается черных тушей. Неизменный. Неизменным фаворитом в моей косметичке, конечно же, остается Atriumf Cosmetics. Или косметик. Вот эта вот длина. Действительно длинные ресницы дает. Классная. Мне она очень нравится. Я ее прям буду использовать, не вынимая из косметички. Не своей. Так. Блин, достой что ли. Не хочет. Так же фаворитом моим стало тушь от Faris Cosmetics. Я не помню, что она дает. Или должна давать. Ну, короче, те же функции, что и вот эта вот выполняет. Удлиняет, подкручивает. Как такового, прям сильного объема она вам не даст. Единственное, что если их сильно наслаивать, они могут немножко подклеивать ресницы. Это кто не любит такой эффект. И взяла я две новинки. Первая новинка моя от Triumph Cosmetics. Еще одна. 18 часов. В общем, максимальное удлинение. Эффект нарученных ресниц. Решила я попробовать. Надеюсь, тоже станет фаворитом. И взяла я вот эту тушь. Так. Maybe Snapscara. Я не знаю, что это такое. Тушь для ресниц, что она должна. А вот чистый объем, без комочков наноси и смывай на раз-два. Стойкость на весь день без эффекта панны. Девчонки, кто уже пользовался всеми этими тушами, напишите вообще, как вам понравились они, нет? Такая вот здесь щеточка. Что касается туши, это все. Дальше. Дальше. Давайте я вам покажу каял для подводки слизистые. Это у меня Catrice. Вот такая вот выкручивающаяся история. Тоже в проекте Project Pen, но здесь хотя бы немножко ее уменьшить. Я не... Ну, потихоньку-потихоньку она у меня уходит. Такой карандашик. Отличный карандаш, но долго не держится. У меня на связи с токаял долго не держится. А... Что касается тональных основ. У меня неизменными остаются вот эта парочка. То есть вот этот крем у меня темный, тональный крем. Он классный, но может ложиться маской, если переборщишь с нанесением. Даже если его нанести чуть-чуть и распределить влажным спонжем, он все равно вам сделать на тон, на полтона, на тон темнее. С вот этим вот CC Fluid, который из фикс прайса, светло-бежевый. Вот этот вот тандем мне нравится. И это как раз-таки тот цвет, который мне нужен. То есть при смешении вот этих двух цветов дает розовый подтон, но когда наносишь этот подтон на лицо, то есть этот тон, он подстраивается под цвет кожи, и его на лицо практически не видно. Да, он дает легкий такой тонирующий эффект, но не эффект маски. То есть вот эта парочка мне нравится. Также хочу использовать наличная BB-крема, которая есть у меня. Вот эта, кстати, у меня из проекта Project Pen. Продолжаю проект Project Pen от Art L'Isage в 402-м оттенке BB-крем вот такой. Он мне тоже темноватый, поэтому я буду его использовать с CC Fluid тоже. BB-шки ничего не прикрывают. Они просто такой, знаете, то есть в виде легкого флюида ложатся на лицо. Я не могу, наверное, так объяснить. Любимец мой, это его мозаик BB-шка. Вот это вот SPF 30. У меня в оттенке слоновая кость. Несмотря на то, что он вот такого вот оттенка... Давайте я вам его покажу. Он мне темноват, девочки. Даже на загорелое лицо он мне слегка темноват. Поэтому я... Ну, в принципе, не критично. То есть я его использую соло спокойно. Отлично распределяется, хорошо ложится на лицо. Никуда не сползает, не заползает, ничего не подчеркивает. Классные BB-шки. Ну и вот этот BB-крем присоединяюсь ко всем хвалебным отзывам. Отличная BB-шка, эффект фотошопа. Да, я согласна. Тоже мне немного темноват. Но если совсем он будет сильно темным, то мне TC Fluid в помощь. Корректоры, консилеры. Значит, продолжаю пользоваться корректором или консилером от Maybelline. Потихонечку у меня начинает убывать. Отличная прикрывающая способность. Плотная, замажет вам все, что только нужно. У меня оттенок 03 Fire. Тоже хороший консилер от Lame Naked Skin. Вот такой вот. В тоне 02 Beige. Тоже отличный консилер, но он не такой плотный, как вот от Maybelline. То есть он вам замажет синячки, но он более легкий. От Essence остается из проекта. Это все у меня из проекта Project Span, девочки. Тоже в 02 оттенке. С розоватым подтоном. Здесь идет кисточка. Промахнулась я с оттенком. Вот, но хочу использовать и выкинуть. Неплохой консилер, но очень такой слабенький по сравнению с этими вот как корректорами-консилерами. Что-то язык отстало. И самый плотный консилер это от Maybelline Fit Me. Здесь прям плотность такая конкретная. То есть они вот где-то наравне с вот этим вот идут. То есть этот у меня потемнее, просто идет, а этот посветлее. Высветлит вам все, что нужно. Скроет мешки, покраснение. В общем, все, что вам нужно. Плотный. Дальше. Давайте пройдемся по контурам. Значит, что касается контура. Сейчас, девочки, секунду. В общем, здесь тоже ничего нового, никаких новинок я вам не покажу. Это все из Project Pen. Значит, контуры остаются из палетки Ruby Rose. Вот эти вот два контура. А вот этот ярко, ну, уходит прям в такую, в конкретную рыжину. И этот менее рыжий. Тушуются хорошо, хорошо распределяются. То есть, хорошо поддаются тушевке. Я пока им довольна. Нравится. Пользуюсь. Также продолжаю доковыривать оттенок из палетки Faros. У меня палетка в 0,2 оттенке. Вот этот вот оттенок я. Потихоньку-потихоньку его убавляю. Он у меня тоже в проекте Project Pen. Вот этот вот оттенок, вот этот вот хайлайтер. Здесь также есть две пудрочки. И тоже как пудра с блестками такая. Тоже ее можно как хайлайтер использовать. Или как легкую вуалью нанести на лицо. Сейчас я вам покажу ее. Вот видите, она с мелкими такими мелкими блестками. Сейчас я вам ее. Ну, я не знаю, вы сейчас что-то увидите. Я снимала видео, где я показывала все свои контуры, хайлайтер. Что-то я сегодня уже вообще заговариваюсь. В общем, вот эта вот палетка остается у меня также неизменной. Бронзеры. Бронзер у меня будет вот такой от Белли в номере 020. Он слегка дает мне большую рыжинку на лице. Но я буду смешивать его вот с вот этой вот пудрой. То есть вместе вмешать и будет такой светлый контур. Ну, не контур, а бронзер. Отлично тоже тушуется, пятнами не ложится. Все отлично. Довольна. Партаезей нет. Румяна у меня остается также из проекта Project Pain от Vivienne Sabo в оттенке 11. Этот у меня полностью раскрашился и вообще вывалился из рефила, поэтому я даже не стала его собирать и склеивать. Буду добивать вот этот один оттенок. Отличная румяна. Нравится. Крышка, кстати, тоже скоро отвалится. И вторые румяна, которыми захочешь переборщить, не переборщишь, это Vivienne Sabo 21 оттенок. Здесь все намного печальнее. Здесь отлетела крышка, сломалась у меня. Просто вот. Минус этих румян, они сильно замыливаются, то есть их нужно набирать жесткой кистью. Посмотрите. Вот, а так, кому нужен не сильный нежный румянец, то вот эти румяна вам в помощь. С большим тоже удовольствием ими пользуюсь. Тоже из проекта Project Pain. Так, пудра. У меня будет три пудры. У меня куда-то потерялась пудра от Belle, которую я просто терпеть не могу. У меня такая хорошая дырка, но куда-то я ее делаю. Продолжаю использовать пудру от Paris. Тут уже все стирается в оттенке 2, light. У меня здесь есть прогресс. Если увидите, спрозвечивается донышко. То есть я ее так хорошо поковыряла. Эту палетку отлично... Ой, палетку. Ну. Пудру отлично. В принципе, неплохо мотирует лицо, но мне надолго не хватает. Вот этой пудры, вот этой пудры от Artvisage в номере 04. Тоже классная пудра, но мне мотирования надолго не хватает. Тоже потихонечку я так ее расходую. Думаю, что хотя бы скоро увижу тоже донышко. Не знаю, смогу ли я использовать эти пудры до конца года, но буду стараться. И моя любимая пудра это рассыпчатая пудра от Reverse, которая мне дает мотирование уже на более длительное время. Это рассыпчатая такая белая пудра. Классная пудра. Рисовая. Вот. Отлично пахнет, хорошо мотирует. Белых пятен не ставят, хорошо растушевывается. То есть прям вот. Люблю-люблю-люблю. Ну и давайте по хайлайтерам. Пройдемся. Значит, хайлайтеры также буду использовать вот из этих двух палеток от Faros. Там розовые. И вот здесь тоже ярко такие розовые. Я уже не буду. Ну и давайте достану, покажу сейчас. Смотрим косметичку. Просто чем-то сводчи делать не буду, потому что в каждой косметичке все одно и то же показываю. Как оно надоедается очень. вот такой вот хайлайтер розовый. Вот он. Потихонечку тоже я его так разговариваю. И... А, еще что касается румян, девочки, забыла вам сказать. Из этой палетки я буду использовать вот эти два оттенка румян. Это Боха и Пинки. Отличные румяшки. Вот эти можно сделать морфуженьку-душеньку. Вот этот вот тоже такой нежный-нежный, приятный. Этот тоже как румяна, но они сатиновые там такие. То есть на лице они у меня смотрятся не очень. Поэтому я их, наверное, буду использовать в качестве тени, наверное. Вот так вот. И вот этот вот хайлайтер. Вот. Капакабана, наверное. Он такой прям а-ля Космос-Космос. То есть, если из палетки Фаррес еще он деликатный, то здесь прямо такой ух! И вас видно за километр. Вот. Ну, тоже пользуюсь. Пока что нравится. И также буду продолжать. Блин, неудобно. Пользоваться вот этим вот хайлайтером. Тоже из палетки Руберос белый, который тоже с Трошепт Пеном. Тоже потихонечку я в нем углубление делаю. Он уже идет с синим подтоном. У него мелкий, мелкий, крупный, по-моему. С ним нужно аккуратно. Лучше, конечно, вот этот хайлайтер использовать в зимнее время. Он будет смотреться, мне кажется, актуальнее, нежели чем на лето. Но я пользуюсь. Я как-то не стесняюсь такого оттенка. И также остается вот этот хайлайт, который тоже будет хорошо на зимний период времени. Это палетка от Революшн. Так, еще бы мне ее открыть бы. Вот такой вот. Единственный минус, он замыливается. Здесь я хочу просто дойти до донышка. То есть, естественно, закончится год, я его не закончу, но хотя бы доковыряю до донышка. Я бы была бы не против. Тоже такой холодный оттенок. Такой вот. Используем. Это что касается хайлайтера. И заключительным этапом это будут губы. Здесь я тоже не растерялась. и взяла тоже немало продуктов. И давайте смотреть. Значит, первую помаду, которую я взяла, это от Artvisage в номере 503. Захотелось мне яркости. Вот такая вот помадка яркая. сейчас я вам сделаю сводчик этой помадки. То есть, она прям такая плотненькая. Я ее еще не пользовалась, на губах не носила, вот решила, что надо пока лето, надо бы ее поносить. Что на мне зря лежит? Спрашивается. Давайте буду составить, наверное. Такой яркий, красивый оттенок. Немножко камера перевирает оттенок, но все равно я думаю, что цвет вам понятен. Из проекта Project Pen взяла вот такой вот блеск у Тувен Собо в номере 52 оранжевый. Я оранжевые люблю оттенки, без них я себя, ну, макияж, особенно когда зеленые, коричневые, ну, мне как-то сложно представить без оранжевых оттенков, тем более вот это вот блески Тувен Собо, я их безумно люблю. Они очень классные, они очень плотно ложатся на губы, то есть можно даже с одного слоя нанести плотно на губы. Вот такой оттенок. Ну, и тем более лет, их хочется как-то больше блеска, блесками пользоваться для губ, потому что помадами мы в основном пользуемся в зиму, то есть летом как-то хочется чего-то менее такого плотного, чего-то нежного, невесомого на губах. Помадка из проекта Project Pen от Maybelline в оттинке 430, с вид нектарин, наверное, или DAS нектарин. Это тоже такая рыжая помадка, тоже из проекта. тоже хочу ей пользоваться, к ней рука постоянно тянется, очень сливочная текстурка, приятно носится, ложится, ощущается, в общем, комфортная во всех отношениях и смыслах помадка. Дальше блеск тоже мой любимец, это от Ninel, уже все стирается, у него номер 234, это такой сиреневый, тоже на губы ложится плотно, я такие текстуры люблю, плотноваты, и оттенок такой холодный, очень тоже приятный на губах, его прям очень приятно носить, довольна этим блеском, приятный аромат, да, несмотря на то, что в коллекции он у меня уже достаточно давно, этот блеск, вот этот вот давно блеск, помадка вот эта давно, не поменяли свойств и аромат, дальше блеск тоже от Vivienne Zobo уже в номере номера мальчонки потерялся, я извиняюсь, упал, выпал, не скажу вам номер, тоже из серии как был рыжий, та же самая история, тоже взяла его в проект, хочу им пользоваться, не знаю, смогу ли использовать до конца года, но мне хотя бы немножко сдвинуть с места эти блески, вот он, девушка, вот, блеск от Triumph Cosmetic Crystal Shine Legos в номере 06, ой, 09 решила я взять тоже такой нежный оттенок, пока лето хочется им тоже немножко попользоваться, единственное, мне аромат у них не очень нравится, какой-то он такой, ну, так скажем, не очень приятный, но на губах и в рот не залезает одушка, то есть его практически на губах не ощущаешь, то есть комфортный, комфортный блеск, также моя любимка в помадах это NINEL из проекта тоже, номер 338, вот такой вот оттенок, он какой-то сереневатый, такой розоватый, кстати, с разными макияжами под разные макияжи он смотрится абсолютно по-разному, где-то он уходит в коричневинку, где-то в сиреневинку, где-то даже в серый потом меняется с макияжа меняется помада, очень интересно, кстати, помадка помадка от Maybelline в оттенке 103 тоже с проекта такая розовая тоже потихонечку я ее использую, но хотелось бы поактивнее ее немножко использовать нежная нежная дальше это еще не все девочки если в тенях я более скромная то в помадах я не растиралась блеск Crystal Shine в номере 12 этот уже потемнее оттенок но на губах темным он не смотрится то есть если вы боитесь что он будет вот таким темным нет таким темным на губах он не будет если конечно 15 слоев его не наносить то таким темным он не будет так не вижу куда ставлю вот этот оттенок нежный такой но они практически вот перекликаются вот эти только чуть-чуть потемнее а этот немножко посветлее такие вот оттенки моя отбивашка из проекта тоже вот такой блеск от поэтеи наверное в номер 21 классный блеск тоже не раз показывала вам его в косметичках очень комфортный очень мягкий нелипкий приятный губы прям такие вкусными кажутся сексуальными прям отличный такой блеск жалко что в свое время я не закупила сильно надо было закупаться я как-то один купила и и все вот такой нежный тоже розовенький дальше помадка от билеты витекс в номере 157 называется зимняя слива вот такой вот оттенок нежно-сиреневый что-то меня понесло на нежные оттенки но в принципе неудивительно все-таки несмотря на свою нежность очень плотная текстура помады такой вот оттенок неудивительно что меня понесло на нежные оттенки все-таки лето было странно если меня понесло на яркие оттенки дальше блеск от нинель lips in love в номере 25 тоже такой сиреневый но на губах он таким не будет он прям такой нежный нежный у меня сегодня везде нежный 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 он дает не такой ну слегка сливовый оттенок то есть прям вот такого ядерного оттенка на губах он вам не даст помадка от ремель в номере 077 изи расхваленная помада многими девочками блогерами тоже я решила ее взять она такая плотненькая вот это уже наверное самая такая ну темная помадка если брать все оставшиеся помадки блеск от ненель в номере 23 коричневый тоже мне очень нравится оттенок но у него уже начинает меняться аромат поэтому я хочу как можно больше поиспользовать этот оттенок он тоже такая нежнятина прям коричневого такого эффекта он вам не даст на губах вот он такой и последняя матовая помадка одна будет у меня это Vivienne Sabo мат Magnifique 210 оттенок абсолютно нестойкая матовая помада оттенок классный но не стойкая к сожалению быстро сгуб исчезает приходится обновлять ее а так комфортно на губах не чувствуется не липко не стягивает губы приятная помадка но не стойкая то есть если брать помаду от например от Maybelline да вот эти матовые стики то там прям стойкость конкретная вот это по стойкости проигрывает в разы прям но оттенок очень красивый в общем вот такие вот оттенки блесков помад у меня будет на июль месяц ну что ж это была моя косметичка такая вот немаленькая надеюсь что успею попользоваться всем понемногу за месяц все таки месяц немаленький достаточно длинный вот всем кому понравилась моя косметичка ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем до встречи всем пока пока